Российские железные дороги продолжают укреплять свои позиции на международном рынке, в частности в Сербии. РЖД построит там несколько новых участков железных дорог. О транспортном сотрудничестве двух стран. Елена Додонова. Российская техника на сербских железных дорогах работает уже почти два года. Рельсоукладочные машины и вагонолаборатории перед тем, как отправить в Сербию, поставили на узкую колею 1435 мм. Сейчас проект реконструкции сербских железных дорог в самом разгаре. Один из важнейших участков уже запущен в эксплуатацию. Овча крупная железнодорожная станция на линии Белград-Панчево. Здесь проходит 10-й паневропейский транспортный коридор. Но еще два года назад здесь не было и такого количества путей, и даже электричества. Поезда ходили со скоростью 45 км в час, а пути не ремонтировали больше 40 лет. Сейчас российские специалисты завершили модернизацию, и здесь можно пропускать до 16 пар грузовых поездов в сутки. Для Сербии такое количество грузов уже достижение. Строители уверяют, после модернизации железная дорога наконец-то станет надежным видом транспорта. Основные направления, где сейчас ведутся работы, это международные маршруты. РЖД модернизирует участки 10-го и 11-го паневропейских транспортных коридоров. Общая протяженность отрезков, где на территории Сербии будет проведена реконструкция, 372 км. Сербия, ввиду своих географических особенностей, как раз находится на логистическом распуте. Естественно, эти коридоры, которые я называю, это 10-й и 11-й коридор, они важны как для Сербии, это поступление в бюджет за счет транзита, в том числе и международных грузов, так и для всех стран, которые ее окружают. Помимо российских технологий, на сербских железнодорогах появляются и российские поезда. В общей сложности по контракту РЖД поставит 27 дизельных пассажирских составов. Первые из них уже работают на маршрутах. Сейчас российские специалисты уже приступили к новому этапу работы. Реконструкция стартует на участке Белград-Бар. Эта дорога позволит доставлять грузы в порты Адриатики. В Сербии уже выполнены работы более чем на 230 миллионов долларов. И мы видим постоянную поддержку правительства Сербии нам в этом вопросе. Участок Резник-Валева предусматривает модернизацию инфраструктуры железной дороги, верхнего строения пути, контактной сети, устройств автоматики. Предусмотрены работы по совершенствованию и реконструкции станционного хозяйства. С ближайшим будущим российские строители выйдут и на еще одну линию Белград-Будапешт. Помимо ремонта и электрификации пути на участке Старо-Пазово-Новий Сад будут строить тоннели Виадук в пойме Дуная. А в Белграде появится новый диспетчерский центр для управления движением поездов. Если оценивать те участки, где реконструкция уже проведена, количество поездов там увеличилось в 2-4 раза, а пассажиропоток вырос на 30-50%. Могу привести пример. Участок Белград-Вршат, где раньше в год проезжали только 200 тысяч человек, уже сейчас там 270 тысяч. Также хочу отметить, что по нашим прогнозам вложение в реконструкцию наших железных дорог позволит увеличить ВВП Сербии в ближайшие пять лет на 1,3%. Все работы в Сербии российские специалисты должны завершить в 2021 году. Тогда скорость движения поездов на модернизированных участках превысит 100-120 км в час. И это не предел. У сербских железнодорог появятся хорошие потенциалы. В будущем пропускные способности можно будет еще наращивать.